Проект Юсаид Агрогоризонт и Аталык заключили амбициозное партнерское соглашение в декабре 2016 года по созданию агропромышленного комплекса на юге в городе Узген для производства и переработки чеснока и пищевого масла. Всего за один год было построено полноценное производственное предприятие, а также были закуплены и установлены перерабатывающие и упаковочные линии. В 2018 году планируется вырастить сафлор, сою и рапс на 2700 гектарах и чеснок на 20 гектарах земли. Мы предложили выращивать масличные культуры и в частности для багарных земель с малой водообеспеченностью, для юга мы предложили заниматься выращиванием сафлора. Проект Агрогоризонт выделяет грант, технический грант, финансирование приобретения техники и оборудования. Была оказана финансовая помощь в приобретении оборудования для приемки, хранения сырья, масличных культур, приобретении оборудования непосредственной переработки сырья и производства масла. Культура производства масла у нас достаточно низкая, современных производств производства масла нет. Данное предприятие может производить пищевое масло из сафлора, подсолнечника, рапса и соевых бобов. В настоящее время 60% растительного масла, потребляемого населением Кыргызстана, импортируется в других странах. Предприятие «Аталык» может обеспечить 16% всего спроса. Жмых, остающийся после производства масла, является отличным источником белка для домашнего скота и может помочь повысить производительность животноводства. Партнерство способствует диверсификации бизнеса «Аталык» благодаря созданию линий по производству и обработке чеснока. Данное направление нацелено на экспорт в Россию, которое является одной из крупнейших импортеров чеснока в мире. Партнерство между «Юсаид» и «Аталыком» является примером того, как проект «Юсаид Агрогоризонт» использует рыночные механизмы для стимулирования экономического роста. Партнерство с частным сектором способствует созданию коммерческих отношений, которые будут продолжаться и после завершения проекта, и которые можно будет расширять и масштабировать, чтобы они приносили выгоду тысячам мелких фермеров, а также малым и средним предприятиям. Редактор субтитров А.Семкин